Если под кадастровую попадут, то льгота уже не применяется. Дальше могут уплатить налог на имущество в размере 10% от исчисленной суммы налога. Но при этом здания должны быть введены в эксплуатацию после 1 января 2013 года. При этом сама стоимость этих зданий должна быть для дошкольных учреждений не менее 500 миллионов рублей, а для учебных учреждений, имеется в виду образовательных, не менее 1 миллиарда рублей. Кому эта льгота понадобится, это такая ситуация, поэтому какая частная школа, вряд ли ей воспользуется. Поэтому вот такая. Дальше, и это только по среднегодовой стоимости, потому что если применяется к этому объекту кадастровая стоимость, то льгота уже не применяется. Дальше, вот это статья 4.1, напоминаю по-прежнему, напомню о том, что применяют организации льготу и льготируют 300 квадратных метров площади, если начисляют налог на имущество, исходя из кадастровой стоимости, это субъекты малого предпринимательства. Но условие-то одно, что налогоплательщики являются субъектом малого предпринимательства. Это у нас с вами закон о поддержке субъектов малого предпринимательства, это доля в уставном капитале, дочисленность, вот эти показатели идут. Дальше, если такой налогоплательщики менее 3 лет на учете стоит уже предыдущих в налоговой инспекции, и если средняя величина выручки от его деятельности на одного человека составляет 2 миллиона рублей. То есть, по сути дела, это значит, при этом у него должно быть не менее 10 человек. Поэтому 10 человек, 20 миллионов за предыдущий год. Разделили, вот в этом случае тоже можно применить такую льготу, пролегатировать 300 квадратных метров площади. Поэтому просто не забывайте, может быть, эта льгота кому-то пригодится. Значит, если мы как образовательные учреждения не можем по той категории применить льготу, а платим налог на имущество, все-таки исходя из кадастровой стоимости, то тоже у нас образовательные организации, медицинские учреждения тоже могут уплатить налог на имущество, исходя из кадастровой стоимости, только в размере 25%. Тоже такая льгота у нас есть, да? А если мы сдаем в аренду, в офисном плане помещения медицинскому учреждению? Так, если вы сдаете в аренду, так, ну, сейчас, конечно, в этом случае там... Просто я хочу еще разочек уточнить на предмет того, есть ли там норма, это точно или нет. Сейчас посмотрю еще раз закон. Поэтому, то есть считается, конечно, если используете они по назначению, то такого нет. Так, используется налогоплательность. Учительщиками для осуществления образовательной и медицинской деятельности. То есть для осуществления именно конкретной деятельности, да? То есть, в первую очередь, это все-таки для тех категорий, которые сами используют. Вы используете для аренды, для сдачи в аренду, то есть вам не относится. Это для них, кто себе такие объекты построил. Так, ну вот такие. Если есть у кого-то, могу вот там отдельный ремонт посмотреть или уточняйте, да, что-то еще. Потому что тут, конечно, разнообразие большой смысл. Вопросы? Какие-то еще есть? Спрашивайте. Спасибо. Спасибо. Спасибо.